Продолжение следует... Я напомню, что наши лекции по краеведению, по работе с молодежью проводят победители Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Таких лекций у нас состоится 43, пройдут они в течение декабря, поэтому обязательно смотрите нас в прямом эфире и в записи, не пропускайте наши лекции. Сегодня мы с вами отправляемся в Костромскую область для того, чтобы узнать методические инструменты и перенять опыт у Татьяны Николаевны Бурдиной, которая является победителем Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, а также является библиотекарем детского отдела Центральной библиотечной системы Костромской области. Татьяна Николаевна, здравствуйте! Очень рада вас сегодня с нами видеть и с удовольствием передаю вам слово. Здравствуйте, Алина Каймаразовна, здравствуйте, участники нашего форума, здравствуйте, наши зрители и слушатели! Мне хотелось бы сначала поблагодарить Российское историческое общество за предоставленную мне возможность нынешнего выступления. Мне выпала честь представлять наш регион в цикле мастер-классов по итогам конференции, хотя уверена, что есть у нас и более достойные краеведы, но учителей и педагогов на нашем форуме достаточно много, а библиотекарь и сотрудников библиотеки – библиотек единицы, поэтому, возможно, и мой опыт тоже кому-то покажется интересным и полезным. Давайте, чтобы не тратить время зря, перейдем к самой лекции. Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья! Доброго здоровья всем, кто видит нас и слушает! В библиотеке я работаю около трех лет и по условиям конкурса освещала свою работу только этого периода. Сейчас мне предоставлено большее время для выступления, так что, отбросив ложную скромность, уточню, что всему лучшему в себе, своим навыкам, умениям, компетенциям я обязана Костромскому государственному сельскохозяйственному институту, ныне Академии, где я получила высшее образование, закончила лучную аспирантуру по специальности эстетика и защитила кандидатскую диссертацию на философском факультете МГУ. Здесь я работала более 20 лет, здесь вышли две мои монографии, являюсь лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу. Пишу художественную прозу под псевдонимом Татьяна Марьина, автор пяти художественных книг и более десяти журнальных публикаций, финалист, дипломант и лауреат российских литературных конкурсов. Нет ничего удивительного, что я занимаюсь изучением, анализом, критикой и пропагандой творчества современных писателей. Делаю это профессионально и в силу личных склонностей. У меня есть литературно-критические статьи в журналах о жизнетворчестве Игоря Дедкова, Алексея Василенко, Любови Ковшовой, Екатерина Наговицына, Елена Кашевой, Сергея Борчикова и костромских писателей. Мои методички возникли, конечно же, не на голом месте. Свои наработки о костромских писателях Владимире Корнилове, Владимире Старателеве, Владимире Шпанченко я использовала на занятиях со студентами и со школьниками. Недавно, к столетию со дня рождения, вышла методичка о творчестве Даниила Гранина. Мне всегда везло со студентами. Они были неравнодушными и любознательными. Было много читающих студентов творчески. С редактором студенческой многотиражки Натальей Владимировной Киселевой при поддержке проректора по науке Александра Васильевича Филончикова нам удалось подготовить и издать студенческий сборник стихов и прозы «Дверь в лето» к юбилею Академии. Вопрос, можно ли литературоведение считать криведением, решается положительно. И вот я перед вами. К этой работе охотно приобщались мои студенты, итогом сотрудничества с которыми стали их выступления на областной научной конференции «Шаг в будущее», публикации в журналах, выступления в библиотеках. Результаты налицо. За 7 лет у меня выступило на научной конференции «Шаг в будущее» 13 студентов. Из них 5 человек получили призовые места, трое – поощрительные дипломы, 8 работ удостоились публикации и одна работа выдвинута на грант. Четыре работы были посвящены анализу творчества костромских писателей. А вообще-то темы самые разнообразные. Для меня в работе с ребятами важно два момента. Первое. Хорошо, если человек пришел со своей темой, со своим увлечением. Тогда ребятам интересно этим поделиться с другими, а мы могли бы им в этом помочь. И никому ничего не нужно навязывать. Кто-то находит героев нашего времени и пытается осмыслить феномен патриотизма, кто-то занимается эстетикой в мостостроении, а кто-то проектирует базу каюров в селе Великого, где существует питомник ездовых собак «Северная надежда» православного детского дома и проходят гонки международного масштаба. Второй очень важный момент. Я не зову к себе лучших, если они, конечно же, сами не приходят. Так и со студентами было и здесь в библиотеке. В лучшем и без меня дело найдется. Если ребята задействованы в музыкальной, в художественной школе, на сцене, когда им, бедным, еще за библиотеку-то выступать. Есть много хороших ребят, которые нигде не задействованы. Они, правда, и к нам не особо ходят, но мы их находим. Пусть они у нас хотя бы выступают, тоже себя пробуют, силы свои почувствуют. Сегодня в рамках юбилейного года, 75-летия Великой Победы, я освещаю достаточно узкую тему. Утверждение человека в человеке, на войне и в мирной жизни. Уроки мужества по книгам Костромского писателя-фронтовика Владимира Григорьевича Корнилова. Привлекаю свой опыт как работа со студентами, так и занятий со школьниками. Урок мужества в привычном понимании предполагает приглашение на занятия с молодежью участников Великой Отечественной войны, военных действий в Афганистане, Чечне, тружеников тыла. Однако среди направлений патриотического воспитания детей и юношества библиотека всегда придерживалась эстетического, заключающегося не только в работе с книгой, изучении творчества писателей, привитии художественного вкуса, но и в формировании мировоззрения, ребят, чувства уважения и любви к Отечеству, гражданского самосознания. Хорошим подспорьем для уроков мужества были и остаются книги, донесшие до нас правду о войне. В их ряду достойное место занимают книги писателя-фронтовика Владимира Григорьевича Корнилова, известного объективностью оценки исторических событий. Выбор книги Корнилова не случайен. Владимир Григорьевич – знаковая фигура для Костромского края. Произведения писателя входят в учебные хрестоматии и рекомендованы для внеклассного чтения, и уже более 30 лет являются надежными помощниками в необходимом разговоре с молодежью о патриотизме, героизме, долге, мужестве, любви. Первоначальным шагом к освоению темы стали прочитанные мною книги писателя и написанная обзорная статья по его творчеству, узнав о которой Владимир Григорьевич захотел познакомиться со мной и дважды приглашал меня к себе в гости. Мы разговаривали, пили чай и пели фронтовые песни. Владимир Григорьевич любил встречаться со школьниками и со студентами, но когда я познакомилась с ним, он уже был очень нездоров. Уже тогда у меня возникла мысль, что неплохо бы выйти с его творчеством на молодежную аудиторию. В это же время гуманитарную составляющую в вузах негуманитарного профиля решили значительно перестроить, сократив часы базовых дисциплин, таких как философия, история, и внедрив целый цикл дисциплин по выбору – этику, эстетику, русскую философию, культуру поведения и даже собственные авторские курсы. Вот тут-то и пригодились мне организованные творческие встречи костромских писателей и поэтов со студентами. На лекциях можно было теоретизировать, а на семинарах обсуждать социальные, философские, этические, эстетические проблемы, обращаясь к творчеству костромских писателей, приглашать писателей и поэтов на встречи со студентами. Тогда мне это делать было нетрудно. У меня были не школьники, а студенты, взрослые думающие люди. Я была преподавателем и предлагала на дисциплинах по выбору опять же-таки своеобразный выбор различных форм работы, в том числе привлекая художественную литературу. Ребята могли соглашаться, а могли отказаться. Я могла заинтересовать ребят. Они шли мне навстречу. Никто никого не заставлял. Все знали, что так или иначе придется поработать на зачет. И уж, конечно, лучше поработать творчески над интересной темой, а не по сухим параграфам и вопросам учебников. Так появились мои методические разработки по творчеству костромских писателей с планами семинарских занятий, вопросами для диспутов и темами для рефератов. Работать со студентами по творчеству Корнилова было легко еще и потому, что в костромских школах на уроках внеклассного чтения многие учителя ознакомят ребят с его книгами. И еще потому, что костромская молодежь нулевых годов знала Владимира Григорьевича, очень известного в нашем крае писателя и журналиста, человека с активной жизненной позицией. Он любил приходить на уроки мужества к школьникам и студентам. Кто-то знал его как соседа подачи и защитника природы, кто-то следил за его гражданской публицистикой. Придя работать в библиотеку, со своей темой я вышла на школу. Предложила учителям-филологам провести два занятия по трилогии Корнилова со старшеклассниками, так как я это делала со студентами. На первом занятии, проводимом в формате урока мужества, я знакомлю ребят с биографией ветерана Корнилова, его книгами, акцентируя внимание на ключевых темах его творчества. Домашним заданием будет прочтение книг с последующим обсуждением вопросов, которые будут выданы заранее. На втором занятии можно провести круглый стол по обсуждению заданных и возникших вопросов. Однако тут обнаружилось препятствие. Учителя, ссылаясь на занятость старшеклассников, отказались от полемики за круглым столом. А педагоги среднего звена, наоборот, предложили совместное с библиотекой проведение занятий с ребятами седьмых-восьмых классов по детской повести Корнилова «Искра». Только не пятых-шестых классов, как указано здесь на объявлении, а именно седьмых-восьмых. Учителя скорректировали возраст. Так, совместными со школьными педагогами усилиями мы творчески разнообразили и содержательно обогатили наши наработки по патриотическому воспитанию ребят, читая с детьми о войне. Очень важно учителю-библиотекарю в совместной работе найти общий язык и заинтересованность. Мы работаем с одним и тем же контингентом, но учитель для школьника бесспорно величина более значимая, нежели библиотекарь. И здесь я не могу ни убеждать, ни влиять, если учитель, ссылаясь на загруженность ребят, просто отказывается от предлагаемых занятий. Но все-таки в моей работе на основе имеющегося материала появилось нечто новое, адаптированное на школьный возраст. В рамках уроков неклассного чтения и уроков мужества был разработан цикл «Четыре занятия по творчеству писателя Корнилова». Поэтапно охватывающие среднее звено, знакомящее с повестью «Искра» и старшие классы, читающие романную трилогию «Семигория, Година и Диаризм». Если раньше мы сами, учитель или библиотекарь, знакомили ребята с книгами писателя, а ребята вот так мило улыбались и бездельничали, то теперь главный акцент делается на прочтении книг. А желаемым результатом, к которому следует стремиться, должно стать вовлечение школьников в дискуссии, споры. Понятно, что тематические круглые столы проводить со школьниками сложно, это не студенты, но написание небольших творческих работ с последующей их защитой, то есть ответами на вопросы по теме, вполне возможно. Ведь когда ребята сами выступают, высказывают собственные мысли, отстаивают свою позицию, материал усваивается лучше, формируется собственная система убеждений и взглядов. Теперь, осмысливая небольшой опыт работы со школьниками, я поняла, что со средним звеном у нас получились лучшие результаты, чем в работе со старшеклассниками. Почти все занятия проводятся на базе библиотеки. Смена школьной обстановки благоприятно влияет на ребят. Учителя заменяет библиотекарь. Цикл занятий по изучению творчества Корнилова начинается в 7-8 классе с прочтения романтической повести «Искра», написанной специально для современных мальчишек и девчонок, родителей и даже деда которых не знали войны. Это знакомство предполагает два занятия, два урока. На нашей практике первое установочное занятие проводит учитель в школе, но его можно проводить и библиотеками. Необходимо напомнить ребятам о героических и трагических страницах истории Отечества, о первом трудном этапе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, внезапном нападении врага на нашу страну, оккупации больших территорий, зарождении партизанского движения. На этом же занятии следует ознакомить ребят с содержанием повести. В конце занятия учитель или библиотекарь выдает школьникам индивидуальные творческие задания, в которых нужно проследить поведение героев в условиях оккупации, путь каждого из них к подвигу. Одним ребятам предлагается при прочтении повести обратить внимание на эволюцию юных героев. Искры, Саньки, Сереги, Кольки-Горюна, Леньки-Ленечки. Другим ребятам предлагается обратить внимание на образы взрослых. В своих творческих работах ребята должны отразить ответы на ряд вопросов. Какие испытания выпадают героям повести в годы оккупации? Какие мысли посещают их при этом? На какие поступки они решаются? Готовы ли ребята к этим поступкам? Что удается совершить ребятам, чтобы хоть немного помочь взрослым в борьбе с врагом? Какая расплата за содеянное выпадает им? Каково отношение к потерям у взрослых и детей? Бросают ли начатое дело ребята после гибели своих друзей? Как меняют обстоятельства каждого из ребят? И так далее. Через месяц подготовленные ребята собираются в библиотеке на второе занятие. Обсуждаются вопросы, которые возникли при прочтении повести и выполнении индивидуальных творческих заданий. В книжках закладочки, какие-то выписки. Ответы получаются коллективными. Отвечающего всегда есть кому дополнить, ведь небольшую повесть сумели прочитать многие. Вместе с героями повести Корнилова школьники переносятся в довоенную смоленскую деревушку. Главная героиня, рожеволосая, невзрачная, хилая, но начитанная серьезная девчонка Искра верховодит ватагой деревенских мальчишек. Ребятам предлагается ответить на вопросы, в чем Искра оказывается лучше, сильнее своих ровесников? Какие черты характера привлекают в ней? Как относятся к лидерству девчонки, деревенские ребята и взрослые? Какие испытания придумывает Искра для мальчишек? И для чего? Эти игры – закаливание характера, проверка на смелость или пустое времяпровождение? Хотелось бы вам поучаствовать в играх подобного рода. Но вот в мирную жизнь врывается война. Смоленщина оккупирована врагом. Искра вместе с нею и ее повзрослевшие мальчишки очень быстро начинают понимать, как и чем они могут помочь взрослым в борьбе против сильных врагов. Каждый из юных героев проходит свою эволюцию. Школьникам предлагается рассказать о том, как изменила ребят война. Ребята повзрослели, закалились характерами, стали осторожными, но решительными в своих действиях. Важно отметить, что каждый юный литературный герой повести Кормилова стал героем той далекой войны, совершил свой подвиг, приблизил День Победы. Особый интерес ребят вызовет образ главной героини. Искра правдива, принципиально, требовательна к себе и к другим. В конце повести Искра погибает. Погибает в пламени огня, заживо сожженная фашистами. Одновременно погибают и палачи Искры от рук ее друзей, не сумевших спасти девочку, но сумевших отомстить за нее. Трагическая гибель Искры во имя справедливых социальных и нравственных идеалов знаменует собой не поражение, а веру в неизбежность будущей победы человечности. Эта вера вселяет оптимизм, дает силы живым продолжать борьбу. Библиотекарь может предложить для обсуждения вопросы, выходящие за рамки повести. Если творческие задания были выданы, они обязательно обсуждаются. Сочинение странички можно презентовать, предоставив слово каждому учащемуся. Тогда занятия целесообразнее проводить в виде устного журнала. Можно предварительно устроить конкурс письменных работ эссе. Экспертами могут выступать как учителя, так и библиотекарь. А на занятии объявить результаты с их кратким анализом. С романной трилогии Корнилова «Семигорий годин и идеалист» целесообразнее начинать знакомство в 10 классе, в конце апреля-начале мая, в цикле библиотечных мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. А в сентябре, в начале 11 класса, на втором занятии по трилогии, можно устроить обсуждение ряда вопросов. «Круглый стол». Первое занятие по трилогии, а в нашем цикле оно третье. Нам удалось. Это занятие проводится в форме урока мужества. Библиотекарь знакомит ребят с биографией писателя-фронтовика Корнилова, используя презентацию. В образ главного героя Алексея Полянина писатель вложил свое понимание жизни. Полянин – идеалист, человек, стремящийся к идеалу. Владимир Григорьевич ведет героя по своим фронтовым дорогам, определяет ему в мирной жизни писательскую стезю. Поэтому важны подробности героической фронтовой жизни писателя, нашедшие отражение в его книгах. В 18 лет Корнилов ушел на войну добровольцем. После медучилища был направлен в действующую армию. Прошел с боями Подмосковье, Смоленщину, Белоруссию. Был трижды ранен. Последнее тяжелое ранение закончилось высокой ампутацией обеих ног. За два госпитальных года он перенес несколько операций. Он нашел силы преодолеть беду. С отличием закончил литературный институт имени Горького и работал ответственным секретарем писательской организации. Восемь лет в Куйбышеве и 27 лет в Костроме. В Костроме он прожил 42 года. Костромичи хорошо знали Владимира Григорьевича Корнилова как легкого на подъем журналиста борца за справедливость. Многие с удивлением узнавали, что этот мудрый, седовласый ветеран с прямой осанкой, легонько опирающийся на трость, ходит на протезах. Корнилова лауреат Государственной премии РСФСР имени Максима Горького награжден многими боевыми трудовыми орденами и медалями. Почетный гражданин Костромы. Необходимо раскрыть ребятам понимание писателям Корниловым высших ценностей, идеалов, ориентиров. Нравственным идеалом для Корнилова является утверждение человека в человеке. Мысль эта проходит через всю трилогию и через все его творчество. Показывая формирование нравственного идеала, писатель формулирует его как закон жизни. Этот закон открывает сыну, искалеченному войной, его мать. Зло приходит от тех, кто не умеет думать о других. Ведь только так можно объяснить войны, революции, аборты, измены, разводы, брошенных детей, брошенных стариков, вражду, предательство, ненависть, алкоголизм, наркоманию, блуд, самоубийство. Размышляя о пути самосовершенствования своего героя, Корнилов ставит перед собой сложную проблему – понимание человека, его природы. Одним из первых и самым глубоким исследователем в этой области был Федор Михайлович Достоевский, усмотревший в человеке так называемую двойственность. В каком соотношении в человеке находятся сила и слабость, добрая и недобрая, духовная и телесная, и что побеждает. К сожалению, пандемия сорвала нам наши планы, но вот со студентами у меня получалось проводить круглые столы, поэтому далее пойдут фото школьников, с которыми мне удалось провести уроки мужества, а рассказывать я буду о круглых столах со студентами. После знакомства с биографией писателя-фронтовика ребятам выдавалось домашнее задание – прочитать уж если не романную трилогию, то хотя бы две первые книги. И на практике очень многие справлялись с заданием. Думается, что и десятиклассники вполне смогли бы на летних каникулах прочитать романы Семигории и Годины. Опыт показывает, что к одиннадцатому классу у ребят пробуждается ответственность, интерес к учебе, а знание творчества местных писателей могло бы помочь в написании сочинения по выбору. Так, на занятии с одиннадцатым классом в библиотеке я заметила, что некоторые ребята не записывали мою вводную лекцию на диктофон. Со студентами я работала так. Выдавая задания, я делила группу на три команды. Первая команда получает задание проследить диалектику социального и природного, интересного, формирование характеров двух героев – Алеши Полянина и Юрочки Кобликова. Что должно доминировать в человеческой жизни – хочу или надо? Как утвердить баланс удовольствия и обязанностей, анализировать свои близорукие чувства и подавлять разумом их стихийные проявления? Вторая команда берется проанализировать социально-биологическую взаимообусловленность поведения героев в военное время. Эгоизм, страх, слабости и желания превозмогаются необходимостью, словом «надо», умением думать о других. Ребятам предлагается выбрать и обсудить эпизоды из книг, в которых разум, долг, ответственность за судьбу многих заглушает в человеке страх за собственную жизнь. Долг и воинский порядок доминируют над чувствами, заложенными природой. Третьей команде достается осмысление главного мотива творчества писателя – утверждение человека в человеке в отношениях мужчины и женщины. Встречая на каждом шагу эгоизм в деликатных личных отношениях, трудно не согласиться с автором, что даже любовь, этот великий дар природы, не хочет оставаться в дикости. Любовь тоже ждет очеловечивания. Также можно предложить ребятам вопросы для обсуждения за круглым столом. Вторшеклассникам и студентам не обязательно тратить время на объемные сочинения. Важно фиксировать свои мысли при прочтении, делать закладки на нужных страницах книг. Круглый стол, помимо творческого отчета команд по заданным темам, предполагает обсуждение вопросов, возникших во время прочтения книг. Форумы, диспуты, круглые столы с обсуждением острых социальных проблем для ребят являются фиктивной формой работы патриотического воспитания. В диалоге, спорах они учатся слушать других, стремятся быть услышанными, учатся искусству и культуре общения, повышают свои нравственные качества, учатся взаимовыручке, работе в команде. Не было случая, чтобы ребята не вспомнили литературного героя, прототипа автора Павку Корчагина из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и Алексея Мересьева, Мересьева, реального героя, раскрытого повестью о настоящем человеке Бориса Полевого. Теперь в ряду этих героев ребята поставят и Алексея Полянина из трилогии Владимира Григорьевича Корнилова. Даже среди физически здоровых людей повторить их героический путь способны немногие. В конце занятия я обязательно познакомлю старшеклассников, как когда-то знакомила студентов, с еще одним героем, о котором мало кто знает, ведь о нем не написаны книги. Писатель Лев Каплин из Вохомского района Костромской области. В войну был еще мальчишкой. В освобожденный Ленинград вместе с вохомскими подростками Каплин перегонял огромные стада животных через Галич, Буй, Ярославскую, Вологодскую области. Потом он работал на Уральском оборонном заводе. После войны поступил в военное училище и стал офицером. Часть дислоцировалась в Югославии. Было наводнение, и на помощь жителям пришли советские солдаты. Всю ночь, стоя по пояс в ледяной воде, они вылавливали из разбушевавшейся стихии женщин, детей, домашний скот. Под утро ослабевший Лев Каплин получил удар бревном в шейный отдел позвоночника. Прожил до 80 лет, из них около 50 лет полной парализации. Писал книги зубами. Писал книги о войне. Стал военным корреспондентом. Получил доступа в архивы. Писал о неизвестных героях, советских разведчиках, сброшенных на территорию воюющей Германии. О партизанах, о подпольщиках. Восстановил для нас более 300 имен героев, которых мы никогда бы не узнали без Каплина. Они же все под кличками да позывными были. Многие потом в лагерях срок отбывали. Мало ли чем-то там на оккупированной территории занимался. Каплин помог многим людям восстановить свое честное имя. Когда одолевают невзгоды, болезни, возраст, поминаются предельно жестокие советы писателя Льва Каплина. Я бы рекомендовал в первую очередь преодолеть самого себя. Найти любимое дело, хорошего верного друга не так уж сложно. Главный враг инвалида – это он сам. Нужно преодолеть и боль, и слабость, а пуще всего лень, присущую всем нам. Придя в библиотеку, я организовала краеведческий кружок. С ребятами мы осваивали исторические пласты, начиная от неолита и костромского ветлогозавра до современности, особенно тщательно изучая ключевые моменты русской истории, связанные с Костромским краем, как, например, смутное время и избрание на русский престол первого царя из династии Романовых, Михаила Романова, первое народное сопротивление смути в лице отважных галичан и славный подвиг Ивана Сусанина. Наиболее востребованной оказалась тема «Два царя, две судьбы» о первом и последнем царях династии Романовых, имена которых связаны с Костромским краем. Не оставались в тени и культурные темы. Кострома литературная, Кострома театральная, Кострома кинематографическая. Наши занятия проходили в виде занятий аудиторных с обязательными многочисленными моими презентациями, в виде конкурсов векторин, разновозрастных экскурсий по Костроме и даже по Сусанинской тропе в месте совершения Иваном Сусанином своего подвига. Недавно для младшеклассников разработала тему «Караваево-героическое». Важно показать, что история нашей малой родины действительно отражает историю Отечества. В тяжелый 1944 год Великой Отечественной войны на базе племсовхоза «Караваева» была создана и зарегистрирована в Москве новая порода скота – Костромская. Славу поселка Караваева составило не только воведение Костромской породы коров, но и люди – замечательные труженики сельского хозяйства, награжденные звездами Героя социалистического труда. В нашем поселке 41 человек удостоился этого почетного звания. Нигде в мире на такой небольшой территории не проживало такое большое количество великих людей, героев. Предваряя возможные вопросы, скажу, что укоренившееся в общественном сознании мнение, что библиотекарь – старушечья работа – совершенно ошибочно, хотя библиотекарями работают в основном пожилые женщины. Возможно, потому что молодые просто не справятся с большим объемом работ и с их разнообразием. Сейчас на слайдах идут фото только моих мероприятий или мероприятий, в которых я была основательно задействована, а ведь у нас проходит множество мероприятий, подготовленных моими коллегами. Это онлайн-игры и викторина, традиционная библионочь, тематические занятия и выставки, проведение утренников и праздников, краеведческие чтения, историко-краеведческий конкурс «Самый умный», различные конкурсы, фото, литературные, театральные и прочее, часто проводимые в формате роликов, летний разновозрастной лагерь с целым комплексом всевозможных мероприятий и многое другое. Мне бы хотелось поблагодарить инициаторов и организаторов конкурса краеведов, работающих с молодежью, за их доброжелательность и поддержку. Они буквально днем и ночью отвечали на наши письма и телефонные звонки, с пониманием, относясь к нашей извечной занятости и часовым поясам, помогая нам компетентно, доходчиво и благожелательно. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, за лекцию, которую мы сейчас смогли послушать. Действительно, у нас не так много среди победителей конкурса именно работников библиотек в сравнении с педагогами, поэтому я думаю, что опыт будет особенно полезен для жителей нашей страны, которые интересуются краеведением, которые его преподают, в первую очередь для сотрудников библиотек. И мой первый вопрос будет связан вот с чем. Все-таки достаточно большой возрастной промежуток ребят, которые могут участвовать в ваших мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, какие темы особенно интересуют ребят и отличаются ли они, допустим, в младшем школьном возрасте и в старшем школьном возрасте именно вот в отношении краеведения? Может быть, какие-то темы находят у них особенный отклик и эти темы разнятся в зависимости от возраста самих ребят? Ну, безусловно, конечно, возрастной барьер у меня был, когда я приходила работать в библиотеку после студентов. Возрастной психологии нам никто не преподавал. Конечно, различия есть, большое. Дети маленькие любят поиграть. Они любознательны, конечно, любопытны, но вот им интереснее что-то вживую показать. Вот они любят экскурсию по городу, например, что мы тоже можем им предоставить. И дети взрослые, это уже не дети, с ними можно уже действительно как с большими разговаривать, но тем не менее все-таки это еще и не студенты. И, конечно, вот адаптировать свой и имеющийся материал. У меня его много, я и в музеях поработала. И адаптировать на школьный возраст очень мне было всегда сложно, и остается это сложно. Ведь вот, извините, я вот такой момент затрону. Сейчас уже вывешено 12 лекций у нас в ВКонтакте, в группе. И я половину из них просмотрела. Очень интересное выступление. Велик подвижнический подвиг. Труд наших победителей. Многие открывают что-то, что-то восстанавливают, реабилитируют, реставрируют. А кто-то вот адаптирует материал краеведческий, в том числе и литературоведческий, является проводниками знаний собственных для детей. Ведь по существу этим занимается и каждый педагог, и каждый учитель, и библиотекарь тоже каждый в том числе. Здесь мало самому какую-то тему освоить, проникнуться ею, узнать что-то новое. И здесь важно о сложном рассказать просто. И в этом-то сама сложность. Рассказать так, чтобы детям было интересно слушать. Не только интересно слушать, но чтобы они захотели общаться с вами. Чтобы они в процессе общения сами заговорили. Это вот очень сложно, это вам любой педагог скажет. Но тем не менее, вот мы сами должны, несмотря на возраст, на опыт, быть гибкими, быть востребованными. Иначе просто работа не состоится, и дети не пойдут на такие мероприятия, и один раз приведя их, учителя откажутся от следующих мероприятий. А так нас любят, к нам ходят, нас заказывают. Даже вот так вот. И, в общем-то, действительно в каждом регионе есть писатели, которые писали о войне, писали о детстве военном. Сейчас это поколение, к сожалению, уходит, ушло, почти ушло. Но открыть это творчество для молодежи, для школьников, это наша задача, наш дух, наша память. Ведь у нас не случайно конкурс называется не просто конкурс краеведов, но тереотизировать-то все гораздо. Но краеведов, которые работают с молодежью, вот в этом сложность, как вы правильно заметили, перестроиться на работу и с возрастом с разным, а у нас диапазон большой. Мы работаем, конечно, наш детский отдел с детьми до 14 лет, но это на практике не так, потому что и школьники 11 класса, 10, это все равно контингент наш, они к нам приходят по старой памяти, если они, мы не можем им сказать, что давайте уходить в возрастную библиотеку, это наши дети, и мы с ними продолжаем работать, и некоторые, поступая в учебные заведения или работая где-то, если они остаются читателями, таких мало, но они есть, а это наши дети, от детей не отказываются, от своих денег. Вот, ну, наверное, так. Да, спасибо большое. Все-таки, наверное, хотелось бы еще затронуть один вопрос. Вы сейчас говорили о гибкости, которую должен проявлять педагог, и, наверное, это же понятие нужно сегодня применять и к самим библиотекам. Мы понимаем, что сейчас библиотека уже, может быть, не является тем самым первоисточником знаний, но сейчас, возможно, какую-то информацию проще найти в интернете, но лично, по моему мнению, это для самих библиотек, это не является большой проблемой, потому что это лишь является задачей для, возможно, перестройки работы. И вот сейчас такая перестройка происходит, вот сейчас библиотеки – это центры, где могут собраться ребята для мероприятий. Расскажите, вот вы именно как сотрудник библиотеки, как вы определяете сейчас главную задачу детской библиотеки в жизни молодого поколения? Алина Кремаза-Разовна, вот если бы я слушала со стороны такое вот интервью, я бы подумала, что этот вопрос был заранее спланирован. Это вот настолько больной вопрос для нас, но ведь это не так, мы же с вами знаем. Это настолько больной вопрос для нас. Это вот действительно сейчас библиотеки стараются, вот как привлечь читателей, чем привлечь читателей в библиотеку, ибо интерес к чтению падает. Это известно, это я не делаю открытие, из поколения к поколению читают меньше, и тут можно, почему читать меньше, тут можно много рассуждать, приводить причины достаточно общие, начиная с того, что литература на данном этапе не является ведущим видом искусства, и там до субъективных, что мало читают в семьях. Но применительно к библиотеке нам нужны ведь не общие какие-то причины, а вот конкретные. Вот что может привлечь читателей в библиотеку, на ваш взгляд, на мой взгляд, библиотекарь, наверное, только хорошие книги. У нас потрясающе плохо обновляется библиотечный фонд. Какими-то усилиями снизу, усилиями нашего директора библиотечной системы, заведующий отдел. То есть вот нам бы сверху, нам бы сверху вот это понимание от нашего руководства, что библиотеку привлечь читателей можно только хорошими книгами. Если фонд не обновляется, дети, которые читающие, которые имеют свои библиотеки, которые приходят и спрашивают, а что у вас новенького, и мы опускаем глаза. То есть вот так дело не пойдет. Дальше. Второй момент. Библиотекарь сильно загружен. Вот я не случайно упомянула, что там старушечная работа, далеко не старушечная. Да, нам некогда, выражаясь патетически, формировать вкус читателей, тем более формировать их мировоззрение, потому что у нас слишком много ненужной, пустой работы, бессмысленных распоряжений, статистики, уводящих в дурную бесконечность. Просто вот, когда потоком идут дети на летние чтения и несут огромные списки, надо с ними работать, действительно работать с каждым читателем. А у нас, я просто не буду приводить примеры, чтобы... Это не очень красивые примеры. Ну и далее. Вот действительно есть такой момент гибкости. Нам предлагают, например, а почему бы на базе библиотеки не сделать красивое, навороченное в духе времени эффективное кафе. для встреч, для бесед, или там музей, пусть даже фиктивный, который не особо работает. Или, например, уголок для того, чтобы вот мамы могли, там детский уголок, чтобы мамы могли на часы оставить своих детей и там получить это свободное драгоценное время, для них необходимо. Или лоток какой-нибудь с констоварами поставить. Я, конечно, не консерватор и не враг определенных новшеств в работе, но надо избегать крайности. Надо, конечно, такие вопросы вводить не бездумно, обсуждать их с библиотекарями, которые имеют и специальное образование, и огромный опыт работы. Это не я, я всего три года работаю. То есть есть у нас такие люди, с которыми можно посоветоваться по этим вопросам. Никто не консерватор, никто не какой-то враг новшеств. Но все-таки вот хотелось бы, чтобы библиотеки оставили библиотечные функции, а библиотекарям большую свободу в реализации собственных проектов, а не чужих каких-то непонятных, ненужных, надуманных. Ведь библиотеку можно тоже сделать и в торгово-развлекательном центре, уголок положить несколько книг, и в кинотеатре, в музее можно сделать уголок. Но ведь музей и развлекательный центр должны свою функцию выполнять, а мы, библиотеки, должны выполнять свою функцию. Здесь не должно быть крайностей. Должно быть обязательно вот такое снисхождение к мнению людей, которые отдали библиотечной системе десятилетия работы. Спасибо вам большое за ваше мнение. Особенно интересно все-таки слышать его именно от первоисточников, как говорится, от самих сотрудников. Я хочу вам пожелать больше читателей, интересных книг. Я уверена, что дети в любом случае все равно любят именно бумажные издания. Я, как тоже представитель молодого поколения, могу точно сказать, что мы все так же любим держать в руках книги. Я уверена, что таких ребят много и будет еще больше. Поэтому мы желаем вам, чтобы в библиотеке всегда сохранялась тишина, но при этом не всегда были люди и всегда были дети. Спасибо большое вам за очень интересный разговор. Мне было очень приятно с вами общаться. Я уверена, что нашим зрителям будет очень приятно также послушать ваше мнение, послушать вашу лекцию. Она будет очень полезной для наших слушателей и зрителей. Еще раз большое спасибо. Спасибо большое вам, Алида. Спасибо большое всем, принявшим участие. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok